Привет! Вы на лучшем техническом канале, канале компании «АвтоСтронг». Компания «АвтоСтронг» продает только качественные запчасти, которые заказать вы можете практически везде. На сайте, в мессенджерах, в соцсетях и по телефону. Так что звоните нам, пишите и вы получите сразу честную гарантию и быструю доставку. И прямо сейчас подписываемся на канал и встречаем 2.0 TDC от Ford. Двигатель сегодня у нас от Ford, но дети считают это французское. Итак, первый французский турбодизель с Common Rail дебютировал в 1998 году. Двигатель получился надежным и неприхотливым. Кстати, такой мы уже разбирали. И уже в 2003-2004 году французы выпустили второе поколение данного двигателя с более производительной топливной системой и 16-клапанной ГБЦ. Вот он этот двигатель, который всем известен под маркировкой DW10BTE-D4, который ставился на большое количество автомобилей, таких как Peugeot, Citroёn, Fiat, Lancia, Volvo и Ford. Двигатель оснащен топливной системой Siemens SID 803. ТНВД расположен на ГБЦ, приводится выпускным распредвалом, форсунки пьезоэлектрические, а с 2006 года появились модификации с топливной системой Delphi. И в 2010 году двигатель перетерпел изменения под нормой Евро-5, и практически все модификации двигателя стали с топливной системой Delphi. Двигатель получился надежным и неприхотливым, но владения им омрачают топливные системы. Они крайне неремонтопригодны и не каждый ремонтник возьмется за их обслуживание. Но сейчас мы все подробно расскажем. На нашем моторе ТНВД снят, но так как в «АвтоСтронг-М» есть практически все, мы нашли на складе подходящий ТНВД для мотора Ford. ТНВД Siemens вряд ли пройдет 200000 километров. Его пара трения изнашивается, образует стружку, которая засоряет топливную систему. Обычно изнашивается подкачивающая секция, которая находится в самом ТНВД. Первым признаком значительного износа является проблематичный пуск двигателя, особенно на горячую. Замена клапана управления основным давлением может решить эту задачу, но временно. В топливной системе двигателя 2.0 TDC от Ford нет никакого подкачивающего насоса между баком и ТНВД. Таким образом, систему надо прокачивать после замены топливного фильтра, что весьма проблематично и создает все условия для сокращения ресурса топливной системы. Так как в «АвтоСтронг-М» есть все, у нас разборка по-богатому. Итак, встречаем ТНВД Siemens с автомобиля Ford, с автомобиля Volvo. То есть они одинаковые. Как мы уже и говорили, с 2007 года эти двигатели, кроме Volvo, начали переходить на топливную систему Delphi. Их мощность заметно подросла. В вакуумной системе двигателя DV10 установлено три одинаковых электромагнитных клапана. То есть два на двигателе и один на лонжероне. Эти клапаны служат для управления и привода геометрии турбины и блоку заслонок. То есть дозирующая заслонка и заслонка, которая отправляет воздух в обход интеркулера во время принудительной регенерации сажевого фильтра. Клапаны, в принципе, надежные, но они могут загрязняться. Также они могут терять вакуум либо же не держать вакуум вообще. Клапан, служащий для управления геометрией турбины, известен тем, что может издавать мычащие звуки после остановки двигателя. Но на работу двигателя это никак не влияет. Это лишь свидетельствует о скором выходе клапана из строя. То есть в скором времени возможны появления ошибок по недодуву турбины. Клапаны одинаковые и они взаимозаменяемые. Их можно поменять местами, чтобы убедиться, что именно этот клапан неисправен. Неисправность клапана, который управляет дозирующей заслонкой, приводит к тому, что двигатель теряет тягу и переходит в аварийный режим. Дело в том, что заслонка открывается не полностью и двигатель недополучает надуваемый турбиной воздух. Причем перед заслонкой возникает избыточное давление воздуха. На этом пока все и мы начинаем нашу разборочку. Из-за подклинивания клапана EGR двигатель 2.0 TDCi сильно теряет в мощности. Порой бывает сложно даже тронуться. Клапан на этом моторе может подклинивать из-за обилия сажи, которая в худшем случае приводит к срыву тарелки клапана. В принципе, вот эта сажа никакого вреда двигателю не приносит. Но если она смешивается с маслом из спускного коллектора либо турбины, то тогда мы получаем тот самый вязкий пластилин. Двигатели 2.0 TDCi и HDI оснащаются турбинами Garrett, очень популярной модификацией GT 1749V. Это очень надежные турбины. Турбины на автомобилях Volvo, V50, S40, Ford Focus, C-Max и Kuga одинаковые. Отметим, что турбина оснащена датчиком положения геометрии. Этот датчик может давать неправильные данные. И тогда его надо менять. Если с этой турбиной что-то и происходит, то это обычно происходит на фоне развивающихся проблем в самом двигателе. Например, передув либо недодув турбины может быть вызван поломкой электромагнитного клапана. Признаком неисправности электровакуумного клапана является переход двигателя в аварийный режим с ограничением тяги до перезапуска двигателя. А масляный налет на крыльчатки компрессора может быть вызван неисправностью системы вентиляции картерных газов. Мы всегда должны помнить, что в «АвтоСтронг-М» есть практически всё. И здесь мы наглядно видим, что турбины от немецких машин и французских машин отличаются. «АвтоСтронг-М» Нередко возникает запотевание по штуцерам форсунок. Чтобы его устранить можно поджать потеющий штуцер, но лучше его выкрутить и заменить алюминиевые шайбы. Обратите внимание, что клапанная крышка и впускной коллектор является одной деталью и снять ее можно без демонтажа форсунок. Павел не может из меня. С ним не особо легче. Также подтекание топлива появляется на трубках обратных форсунок. Для устранения течи надо менять резиновые уплотнительные колечки. Но дело в том, что они отдельно не продаются и приходится покупать всю линию целиком с трубками. Лайфхак! Но такие колечки подходят от мотора 1.8 TDCi и продаются отдельно. Записывайте номер детали 167-3574. Нередкая проблема на двигателях 2.0 TDCi и HDI связана с деформацией распылителей форсунок. А именно с изменениями геометрии сопел. То есть они увеличиваются и тогда форсунка просто льет и разбрызгивает топливо не туда, куда надо. Доходит до переобогащения топливной смеси. В результате двигатель начинает дымить и плохо тянуть. В поддоне может вырасти уровень масла за счет попадания туда солярки. При износе иглы форсунки снижается ее гидроплотность и много топлива уходит в обратку. Двигатель тогда начинает плохо заводиться. Снижается давление распыла, топливо начинает литься, что приводит к локальному перегреву вплоть до плавления поршня. Форсунки Siemens имеют корректировочные коды, которые надо прописывать при их замене. Но практика показывает, что эта процедура решающего значения не имеет. Форсунки работают и так. При подготовке к съемкам видео по данному мотору в тексте у нас было написано, что привод ГРМ здесь нареканий не вызывает. Но в нашем случае сорван шкив и обломана шпонка. Обычно в таком случае либо при обрыве ремня ГРМ гибели этого мотора не происходит. Поршни клапана встречаются, но не загибают друг друга, страдают рокеры. Сейчас мы снимем постель распредвалов и посмотрим. И мы вас не обманули. При встрече поршней и клапанов здесь ломаются рокеры. Они специально здесь сделаны такими хрупкими. По итогу сломаны практически все рокеры. Только вот этот целый. Распредвалы у нас в хорошем состоянии, но при такой проблеме встреч поршней и клапанов иногда звездочки распредвалов проскакивают. Маленькая цепь распредвалов в первые годы выпуска имела свойство растягиваться. Ее растяжение можно услышать по характерному металлическому звуку при запуске на холодную. До перескока обычно не доходит. Сознательные владельцы меняют ее задолго до того, как она растянется до критических значений. Французы учли эту проблему и стали выпускать цепи с более толстыми звеньями. Был один миллиметр, стало полтора. О чудо! Поршни и клапаны встретились. Удар на себя взяли рокеры и поэтому они сломались. Скоро мы увидим, в каком состоянии поршни и клапаны. При больших пробегах этому мотору характерно проседание гидрокомпенсаторов, а также люфт роликов рокеров. О необходимости замены гидрокомпенсаторов говорит характерный стук в течение нескольких минут на холодную. Охренеть! Вы видите сами никаких следов войны поршней и клапанов. Ни на клапанах, ни на поршнях. То есть люди меняют рокеры, меняют маслосъемные колпачки, чтобы сюда больше не лазить и едут дальше. Ход у нас отличный. Задиров нет. Но в цилиндрах присутствует небольшая побежалость по верхней части цилиндра. Мотор у нас внутри очень чистый и в отличном состоянии. Ни на поршнях, ни на клапанах нет следов нагара. Чистый поддон – залог хорошего мотора. Напомним, если уровень масла растет, значит в поддоне солярка с маслом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поршень действительно вызывает уважение. Посмотрите, какие здоровенные конские компрессионные кольца. Маслосъемное кольцо с длинными прорезями. То есть сейчас уже точно таких не делают. Ну и оценим по состоянию. По состоянию шатунных вкладышей здесь все хорошо. Графитовое напыление присутствует. Кольца не залегли. То есть поршни у нас в отличном состоянии. Редкая неисправность на двигателе 2.0 TDCI связана с гидроударом из-за топлива, которое скапливается над поршнем из-за льющей форсунки. При гидроударе загибает шатун, и двигатель работает неравномерно. При замере компрессии компрессия будет высокая. Но достигаться она будет при большем количестве оборотов коленвала. Достигаться, то есть она будет медленнее. Вкладыши в огне, коленвал в огне. Если бы не неприятность со шкивом, этот бы мотор бегал и бегал. В комментариях часто удивляются, неужели французские дизеля надежнее немецких. Мы не будем обобщать, но без комментариев. Разборка закончена. И сегодня мы разобрали отличный мотор. Если бы ни одна проблемка, то он бы еще ходил и ездил. Тупо кончено сказал, да? Если ты хочешь знать о моторах, обязательно заходи на наши сети, заходи на наш сайт. Звони, покупай у нас только отличные запчасти и помни, что с тобой была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». АвтоСтронг-М». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова